Я хотел бы озвучить свои планы, потому что на этот счет очень много спекуляций со стороны наших недоброжелателей, которые тратят бешеные деньги на пропаганду против меня. Недавно исследовательский центр провел анализ украинского масс-медиа, и ни против одного политика в Украине не ведется такая оголделая пропагандистская кампания, как против меня. Поэтому я хочу, чтобы вы знали от меня, какие у меня планы, а не от их подконтрольных им вследствие массовой информации и источников. Первое, над чем я очень интенсивно работаю, это план прямой демократии для Украины. Система прямой демократии, она очень важна, потому что сейчас очень много растерянности среди людей, за кого голосовать на выборах. К сожалению, надо констатировать, что понятно, что за Порошенко невозможно голосовать, но очень много других, которые, даже те, которые позиционируют себя как новые, это просто абсолютно те же самые старые, которые просто ждут в своей очереди дорваться до корыта. Если мы хотим жить как швейцарцы, жить намного лучше, чем сегодня, мы должны действовать как швейцарцы. Сядь в разды правления страной в свои руки. Если собирается 100 тысяч подписей, то любой вопрос ставится на голосование, с помощью новых технологий, и граждане сами принимают решение, оставить ли усилие системы Роттердам плюс, которая образует те тарифы, крабительств, которые есть, оставить или распустить парламент, отозвать ли любой должностное лицо или оставить их на месте, все это будет решением граждан, и это можно обязательно сделать. Для чего это нужно сделать? Потому что, видите, какой цирк устроил Порошенко с центральной избирательной комиссией. Для чего, вы думаете, ему это все нужно? А для того, чтобы страной владеют те, кто считает выборы. Поэтому нам нужна совершенно новая система голосования, основанная на блокчейне, которую нельзя фальсифицировать и которой вообще не нужны избирательной комиссии. Второе, чем я здесь занимаюсь, я занимаюсь на Западе тем, что распространяю материалы, встречаюсь, пишу статьи про то, как наши коррупционеры расхищают деньги не только украинцев или грузин, а то, что нам дает Запад с карманом, например, американских налогоплательщиков. Почему это очень важно? Потому что, например, когда Международный валютный фонд или Европейский союз или Соединенные Штаты напрямую финансируют украинский бюджет, а потом из бюджета деньги идут на субсидии, а субсидии в свое время покрывают крабительские тарифы Ахметова, которые прямо идут в карманы Ахметова и Порошенко, это и есть прямая схема кражи денег американских налогоплательщиков той мафии, которая захватила власть в Украине. И на это нужно, чтобы у ФБР было достаточно оснований возбуждать уголовные дела и достать наших коррупционеров, где бы они ни были, в Украине или в мире. Уверяю вас, ФБР может на них найти управу, и они знают, как находить их имущество, как их конфисковывать и как потом это все надо хотя бы большую часть вернуть до грабленного. Народу Украины. И то оно так и будет. Но для этого нужно очень действительно работать с западным общественным мнением, чем я и занимаюсь. Еще очень много спекуляций насчет моих планов по Грузии. Естественно, когда со стороны наблюдаешь, как уничтожается все, что было построено непосильным трудом, это очень горько и очень больно. Я все сделал для того, чтобы поменять ситуацию в Грузии. И у нас осенью там назначены президентские выборы. Я всячески буду помогать нашему кандидату президенты, чтобы закончить власть олигарха, который напрямую контролируется Кремлем, и который разрушает и уничтожает все, что мы создали путем наших радикальных реформ. Но в этом никакого конфликта с моей борьбой в Украине нет. Моя борьба в Украине неотделима от моей борьбы в Грузии. И эти разговоры, дом и садом, заголовки, «Украина может забыть про такой феномен, как Саакашвили» не дождетесь, я хочу сказать порыгом, не дождетесь. И последнее. Я хочу обратиться к журналистам «Украинской правды». Ну это ладно, у меня нет никаких претензий к Ашеновским каналам, к Ахметовским и другим олигархическим средствам массовой информации, но я думаю, что вам должно быть стыдно. Вы такие заголовки про меня даете, и такую коннотацию всех моих шагов и заявлений, что вам бы и путинские средства массовой информации позавидовали. Порошенко уйдет. Те люди, которые вам говорят, эту кампанию против меня вести, их скоро не будет. А ваша репутация остается запятнанной. Я очень надеюсь, что «Украинская правда» не будет изменять своим традициям, заложенным Георгия Гангадзе, и не будет играть в эти грязные игры. До встречи.